Среди девяти вопросов, включенных в повестку заседания Думы 11 июня, связанных с коммунальной сферой, вопросов не значилось. Однако при обсуждении повестки, ситуацию сложившуюся в Салдинской коммуналке, депутаты решили обсудить в разделе «Разное». Одна из основных тем – меры, предпринятые администрацией по погашению долгов муниципального предприятия, городское УЖКХ перед газовиками и энергетиками. У чиновников Виржней Салды вариантов выхода из кризиса два – взять кредит для погашения долгов, либо расторгнуть соглашение с корпорацией ВСМПО «Ависма» о вычете из заработной платы заводчан, платы за коммунальные услуги. Проценты по кредиту должны быть дополнительными средствами. Они откуда появятся? За счет возрастания долга перед ВСМПО. Что за счет? Понятно, что вы хотите уйти в кризисование от ВСМПО? Подождите, подождите. А это так, ведь все это прекрасно понимают. Ни для кого это не носит. Вот сейчас все только удивились, да? Да ни для кого это не носит. Они не раздаются, деньги просто так. Ну почему? Ну давайте им чуть-чуть ВСМПО потерпит, а жители города водичку поимеют. Ну не 170 миллионов в год ВСМПО дадим, а 120 миллионов в год. Вопрос о расторжении соглашения с корпорацией поднимается администрацией не в первый раз. Но каких бы то ни было конкретных действий не предпринимается. Других антикризисных мер в администрации тоже нет. Зато есть полная уверенность, что нынешний директор УЖКХ предприятие из кризиса вывести сумеет. И на вопрос депутатов, не ошибся ли глава Игоря Ленев, позвав на должность директора УЖКХ неопытного Демида Ищенко, прозвучал ответ. Нет, не ошибся, сразу могу сказать. То есть вы считаете его эффективным и все равно он вытащит УЖКХ? Он вытащит, все равно вытащит. Когда? Не могу сказать. Руководитель УЖКХ назначен главой администрации. Значит, глава администрации, его позиция, что он эффективный, он выведет куда-то. Куда выведет, неизвестно. Неизвестно, чем бы закончилось для главы администрации нынешнее заседание Думы, если бы на момент его финиша сохранился депутатский кворым. И вопрос о недоверии главе администрации был бы поставлен на голосование. Продолжение следует...